Языком вправо-лево шарик, по ниточке. Доставай язык дальше, толкай, толкай. Раз, раз, еще. Сегодня существует множество методик становления у ребенка красивой грамотной речи. Логопедические занятия с детьми проводятся и в детских садах, и в школах. Однако, отмечают логопеды, порой все усилия педагогов оказываются напрасными, поскольку с ребенком не занимаются дома. Только совместные усилия позволят добиться правильно поставленной речи школьника. У ребенка часто возникает или развивается кабинетная речь. То есть, ребенок может говорить на занятии у логопеда, и при этом, выйдя за дверь, он будет говорить так, как он привык. И вот это вот очень сложно. Я бы очень хотела объяснить родителям, наверное, донести до родителей, что логопед, он не является волшебником. Ваш ребенок не говорит определенное количество лет. И, приходя к нам, от нас помощь идет в том случае, когда вы увидите результат, когда вы еще и помогаете нам дома. Потому что ребятишек сейчас, к сожалению, к моему большому, к сожалению, очень много, у которых есть речевые нарушения. И мы не успеваем охватывать всех. И когда очень жалко свою работу, когда ты ставишь звук, и ребенок уже готов, а дома ребенок его теряет, потому что нет контроля со стороны взрослых. Упражнения, которые следуют выполнять ребенку в домашних условиях, не только полезны, но и увлекательны. Это и вкусная гимнастика, и проговаривание звуков в игровой форме. Делать массаж. Щеточкой, зубной, елочкой, щеточкой, в разные стороны, по языку. Таким образом укрепляются мышцы языка. Сосать чупа-чупсы, сосать сосательные конфеты, лизать молочко или чай язычку. Также в достижении красивой речи у ребенка важны занятия по коррекции письма и чтения. Дети, которые не имеют, так сказать, правильного звукопроизношения, чаще всего в последующем имеют проблемы с письмом. И мы помогаем корректировать или восполнять пробелы русского языка у ребенка. Читать, начинать, писать грамотно. А сейчас очень многие, наверное, родители относятся к тому, что, ну, говорит и говорит. Вроде как заговорил, и слава богу. Это будущее ребенка. Потому что неизвестно, кем вырастет ваш ребенок, и какая у него будет дальнейшая профессия. Сейчас люди, которые, вот вы говорите о том, что не было раньше логопедов, да, сейчас люди нанимают специально логопедов, те же депутаты, для того, чтобы поставить правильное звучание речи, чтобы была четкая дикция. Чтение, слух, разучивание стихов, искроговорок, увлекательные логопедические занятия в кругу семьи помогут малышу справиться с трудностями произношения, воспитать у него навык самоконтроля, умение слушать, рассуждать, четко выражать свои мысли.